Приветствую вас, любители высокоточной стрельбы, подписчики, участники челленджа. Как вы уже поняли из названия, у нас сегодня будет промежуточный результат. Почему это именно так? Хотя я устанавливал сроки до 11 числа, но в напоминалке уже, которую я выпустил за 2 или 3 дня до окончания, уже там начали писать, что зачем ты вообще устанавливаешь сроки, с какой целью, в принципе, челлендж, он не должен иметь сроков, кто хочет, тот и стреляет. И к 11 числа всего лишь 5 результатов прислали. Это наиболее активные участники высокоточных соревнований заочных, так называемые заочки на точность, и они, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки. Поэтому по просьбам страждущих я убираю сроки, в принципе, челленджа, и мы делаем некую такую сводную таблицу, куда по мере поступления результатов мы будем вносить изменения, и у нас будут меняться лидеры, то есть плавающий кубок, так называемый. Но тем не менее, так как челлендж был предложен мной, и я анонсировал там приз, то среди тех 5 участников, которые прислали свои результаты до 11 числа, это та фляжка, о которой я говорил, и она уходит Сергею Винникандрову, который с винтовки ЧСЗ-457 МТР показал наиболее лучший результат. По-моему, там 231, я не помню, но таблица сейчас у вас на экране. На данный момент, на сегодняшний день, на 17 мая, прислали 10 участников свои результаты, и вы видите сейчас перед собой сводную таблицу. Лидер там не изменился, поэтому приз уезжает ему, так как он и меня обстрелял с мелкашки. Вы видите теперь все результаты, которые мы внесли в таблицу, и можете их сравнивать. Я знаю, что у кого-то не было пули, у кого-то не было погоды, у кого-то не было возможности, кто-то попробовал и решил еще потренироваться, поэтому у вас сейчас есть такая возможность. Челлендж объявляем бессрочным, но будем, наверное, подводить промежуточный итог через месяц. Нет моей задачи победить любой ценой, особенно ценой неявки соперника. Я вообще не инициатор этих сравнений, это мне предложили, я просто оформил это в таком виде, который посчитал нужным. Дистанции вполне себе удобоваримые, любой может это повторить при желании, с любой винтовки, не обязательно с полнотелой, потому что там начались различные инсинуации, я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Как я уже сказал, моя задача была уложиться в срок, обозначенный мной уже. Я свою часть челленджа выполнил, мои главные оппоненты, которых я пригласил, они пока свои результаты не предоставили, но упрекать их в этом я не собираюсь, потому что они согласие свое изъявили участвовать, мы просто дождемся их результата. Ну и все остальные, как я уже сказал, могут принять в нем участие. В принципе, это все, что я хотел сказать, ролик коротенький, и, собственно, это объявление об этом и есть. Десять участников, молодцы, приз уходит у нас Сергею Никандрову, прошу вас связаться со мной, предоставить свои реквизиты для отправки приза. А для всех остальных у меня есть еще одна такая же фляжечка через месяц. Спасибо большое за просмотр, лайк, подписка, пишите комментарии, до новых встреч, пока.